Добрый день! Приветствую вас, поздравляю вас с праздником, с Днём Космонавтики. Прошло 55 лет с того замечательного события в истории не только нашей страны, но и, я бы сказал, в истории всей земной цивилизации. За эти 55 лет, конечно, мы много успели сделать. Если Юрий Алексеевич Гагарин пролетел, совершил один виток вокруг Земли, то сейчас экспедиции, деятельные экспедиции на Международной космической дистанции летают, конечно же, уже тысячи и тысячи витков совершают вокруг Земли. Вот моя экспедиция, она была не годовая экспедиция, а несколько месяцев. Мы совершили две тысячи витков. Вот ребята недавно прилетели за год или почти год они отлетали. У них примерно 6 тысяч витков вокруг Земли. И, конечно же, много-много интересных экспериментов, много работы. Интересная, конечно, программа научная у наших партнёров. И наша российская программа научных исследований тоже, в общем-то, достаточно насыщена. Порядка 50, наверное, экспериментов происходит, выполняется каждую экспедицию. И мы, космонавты, стараемся, конечно, максимально ответственно относиться и получать интересные результаты. Но, конечно, хотелось бы, чтобы наш модуль ещё нарастился, может быть, ещё парочку модулей дополнительно. Лабораторный, например, модуль достаточно интересный. И мы могли бы там же, может быть, уже делать что-то ещё более интересное. Станция сейчас работает, и Россия, как партнёр, предполагается, мы будем участвовать в этом проекте ещё до 2024 года. Поэтому, конечно, за эти годы, наверное, что-нибудь сделаем ещё более значимое. Может быть, какие-то открытия. Конечно же, много ребят обращаются с вопросом, как вообще становиться космонавтом. Ну, путь стандартный достаточно. Учиться отлично и в ВУЗе, а, конечно, передать их в школе, ну и затем в Центре подготовки космонавтов. И было бы, главное, хорошее ещё и здоровье. Интересно в этом смысле знать, ребятам, может быть, сколько сдают экзаменов космонавты, какое количество. То есть это порядка 100 экзаменов сдаётся в Центре подготовки космонавтов, и 150 в общей сумме, и 50 экзаменов сдаётся за рубежом. То есть мы сдаём экзамены на английском языке в США, в Японии и в Германии. Вот такое количество нужно знать. И, конечно же, основная база, основная база наших знаний, безусловно, это знание тех предметов, углубленное знание тех предметов, которые мы изучали в школе, в школьной программе. То есть, конечно же, это и физика, и химия, и биология, и математика как основа, в общем-то, наверное, многих точных наук. Поэтому знания математики приветствуются особенно для и лётчиков, и инженеров, а так как мы являемся космонавтами, имеем такое образование, или лётное, или инженерное. Поэтому математика является базовой в этом смысле, и сейчас ребята, молодёжь наша сдаёт экзамены, и у некоторых из них есть трудности, может быть, даже, в том смысле, что нужно понимать работу, например, систем. В каждой системе заложены алгоритмы, математические алгоритмы. То есть это очень важно, иметь такой математический склад мышления. И, конечно же, космонавты, а перед этим инженеры, которые придумывали и придумывают космическую технику, различное бортовое оборудование. Собственно, они имеют тоже базовое образование, многие из них, конечно же, это математика. Многие выпускники таких вузов, как МАИ, МТУ, физтех, наверное, МГУ в какой-то степени, и много других технических вузов, специалисты этих вузов как раз и работают над созданием бортовой техники для космических кораблей. И мы, соответственно, космонавты, изучаем уже эти алгоритмы. А это что? Это жёсткая последовательность определённых операций. Это, может быть, даже ведление каких-то алгоритмов. То есть это всё мы должны знать и понимать, и у нас есть бордокументация, опираясь на которую мы работаем. Там тоже, в общем-то, идёт структурирование действий космонавта в алгоритмическом плане. Все действия осуществляются. Поэтому и, конечно, нештабные ситуации, допустим, если моделируются, если создаются, или если они проявляются как-то или на реажёре, или на станции, или на космическом корабле, конечно, это тоже действия по определённому алгоритму. То есть обязательно должен иметь, конечно, космонавт или специалист в области космической техники, безусловно, математическое образование. Потому что всё-таки это строгая наука, а у нас космонавтика тоже строгая наука. Поэтому роль математики, она, в общем-то, здесь даже и неоспорима. И наши основоположники, и Королёв, и Келдыш, естественно, опирались в своих знаниях, в своих проектах космического будущего именно на знания математики. Потому что, поэтому, конечно, очень важно сейчас ребятам приходить, тем, кто увлечён космонавтикой в нашу отрасль. У нас, наверное, не так много таких специалистов. Потому что, я смотрю, на предприятии в нашей отрасли работают достаточно пожилые люди. Хотя, конечно, мелькает и молодёжь. Но не так много, как хотелось бы. И надо на смену, чтобы приходили ребята с такими хорошими знаниями. А на предприятии, конечно, ветераны, им помогут дальше и дальше вырасти как специалистам. Поэтому большая востребованность, конечно, в нашей отрасли, исходя из того, что просто не так много сильно выпускников и вообще идёт на предприятия космической отрасли молодёжи. И в особенности, конечно, специалистов в области математиков, образно говоря. Программисты есть, но программисты — это одно, а нужно же создавать алгоритмы, на базе которых работает непосредственно сама космическая техника и оборудование, если конкретно рассмотреть. То есть есть у нас бортовой компьютер, но его надо насыщать именно работами. Поэтому это большая проблема. Я сейчас проехал буквально, особенно апрель, март и, наверное, май, мы будем продолжать общаться с ребятами. Не везде, не во всех субъектах, как мы сейчас говорим, нашей Родины, я имею в виду области, республики, края, не везде, в общем-то, много ребят, увлекающихся математикой. Конечно, много людей, которые занимаются чуть-чуть физикой, чуть-чуть химией, биологией. Вот, например, в одной из республик мы общались с руководителями образования из министерства. Есть проблема в том смысле, что сейчас дают ребята ЕГЭ. И вот ЕГЭ, стопроцентная, как говорится, ЕГЭ по математике и физике, это, в общем-то, большое действие сейчас. Поэтому по другим предметам есть, конечно, ну, языковые, может быть, гуманитарные какие-то науки, понятно, может быть, биология, химия. А вот физика и математика, стопроцентная ЕГЭ, это, в общем-то, большое напряжение. Самое главное, что нет еще и хороших специалистов, которые могли бы ребятам помочь углубить свои знания в этих предметах. Поэтому проблемы есть, но я думаю, что все равно ребята у нас отдаленные в стране. Главное, конечно, чтобы еще был педагогический состав такой сильный. Ну, я думаю, что все равно все будет хорошо. И, пожалуйста, приходите в нашу отрасль, в большую космическую отрасль. С праздником!